И о спорте. В Красноярске продолжается гран-при Иван Ярыгин по вольной борьбе. Как складывается турнир для дагестанской команды, расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Он на месте события подвел итоги третьего дня соревнований. Именно этот эпизод за пару секунд до финального свистка решил судьбу золота в весе до 65 килограммов. Ставший открытием турнира 20-летний Курбан Шираев сотворил главную сенсацию Ярыгинского. Хасильтовец вырвал победу в схватке с олимпийским чемпионом Сосланом Рамоновым. Уступая по качеству балла, он и его тренер Махмуд Магомедов до последнего верили в свои силы. Я очень сильно верил, конечно же. Очень сильно хотел выиграть тоже. Думал, сейчас сделай, сейчас сделай атаку. И как выйти в конце, ахамдуля, получилось. Мы до этого все встречались на Аланах. И я уже прочувствовал его, знал как-то, что он, ну, уже знал, что будет нелегко, конечно же, до конца боролся, уложился. И, конечно, это большое для него, это большое событие, что он выиграл такой турнир, выиграл в финале такой схватки олимпийского чемпиона, обыграл его тактически, где-то поймал, обхитрил. Это большой плюс. Но с этим плюсом и дальше надо работать, дальше надо еще больше улучшать. Дальше будет все сложнее, и поэтому надо еще больше работать. После финала в категории до 79 килограммов Дагестан однозначно выходил в лидеры общего зачета. Все это потому, что золотую медаль, как и в прошлом году, оспаривали воспитанники училища Олимпийского резерва. Активно прогрессирующий Магомед Рамазанов оказался сегодня удачливее призера чемпионата мира Ахмеда Гаджимагамедова, который вернулся на ковер после почти годичного простоя. В этой же категории бронза у еще одного фасовертовца Халила Аминова. Тяжело было проводить свои коронные приемы, не то же корон, даже которые более-менее умею. Хотел провести проходы, нирки, но у него такая своеобразная тактика ведения борьбы. Вот этот актив, можно сказать, спас, да, дал мне возможность выиграть. То есть желание? Да, желание и вот этот напор, можно сказать. Хотя он сильно удивил, столько места не соревноваться, ну, не выступать, имею в виду на соревнованиях. И вот так выступить, выйти в финал и, можно сказать, в функциональном плане он держался. Наверное, все характер, дух. В дивизионе тяжеловесов Дагестан остался без золота. Лишь бронза в этом весе на счету у дебютанта Шамиля Шарипова. Сегодня в дневном блоке соревнований стали известны имена финалистов в оставшихся четырех категориях. В наиболее конкурентном российском весе до 74 килограммов лучше всех себя провели вольники из Дагестана Магомед Расул Газимагомедов и Розамбек Жамалов. Они оба прошли серьезных соперников. Газимагомедов взял верх над фаворитом турнира из Алании Хетиком Цаболовым, а Жамалов поочередно одолел крепкого Тимура Бежоева и чемпиона мира Магомеда Курбаналиева. Победитель этой пары, вероятно, будет претендовать на место в олимпийской сборной. В трех весах зрителей ждет классическое противостояние школ борьбы Дагестана и Алании. Сегодня Ажидама до финала дошел Даурен Куруглиев. Махачкалинцу из спортшколы имени Садулаева в очередной раз предстоит оспаривать статус первого номера сборной России в схватке против Артура Найфонова. А в категории до 92 и 97 килограммов на золотые медали будут претендовать динамовцы Алихан Жабраилов и Магомедхан Магомедов. Финальные встречи заключительного дня пройдут завтра после 10 утра по московскому времени. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.